МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько раз в те мирные годы проносились мы по бескрайнему морю подсолнухов, словно детские личики, тысячами улыбок, щурились они навстречу солнцу, кивая и поворачиваясь во след. Он что, залп сделал? Изверг. Произведен отстрел. Тихо, тихо, тихо. Давай, помогу, давай, помогу. Там ребенок, правда, у матери на руках, маленький, сгорел. Ну, посмотри, что творят. Ну, пахи! Да не надо, пахи! Девять лет назад вместе с танковыми колоннами в этот край пришла беда – смерть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 В начале августа 2014-го в разгар боев за Донбасс в осажденном Донецке встречают привезенную из Москвы икону Божией Матери «Умягчение злых сердец». Это была всего лишь копия, список смертачивой бочуринской иконы. Чудесами не отмечена, антикварной ценности не имевшая и на вид ничем не примечательная. Но тогда, под обстрелами, среди ужаса смерти, дончане встретили эту икону со слезами радости и надеждой. И произошло самое настоящее чудо. Осажденный Донецк выстоял. Десять ополченцев, окруженные ВСУ на кургане Саурмогила, вышли живыми, а эта икона на глазах изумленных дончан и военных внезапно замироточила. С тех пор образ умягчения злых сердец Донецкой стал фронтовой иконой всего Донбасса. В госпиталях и на передовой, в сражениях и штурмах, спасая от смерти и умягчая злые сердца. Главная защитница Донбасса. Там, где она, там всегда победа. Эти кадры, попавшие в интернет осенью 2022 года, вызвали немалый резонанс. Неожиданное для военнослужащих мироточение образа Богородицы среди пользователей социальных сетей тут же вызвало споры. Кто-то заговорил о явленном чуде, другие отнеслись скептически, предположив, что это видео, скорее всего, фейковая инсценировка. Что ж, настало время рассказать о величайшей святыне Донбасса, фронтовой иконе Божией Матери, умягчение злых сердец Донецкая. Икона привела к победе не одно подразделение и сколько исцелила людей. Когда надо, она всегда рядышком. Главная защитница Донбасса. Кадры мироточения образа в руках военных зафиксированы съемочной группой телеканала «Спас» 12 ноября 2022 года. Мы снимали в то утром молебен в одном из подразделений на территории Луганской Народной Республики. В какой-то момент военнослужащий, державший икону, изумленно одернул руку. Вся ладонь блестела от просочившегося сквозь оклад иконы мира. «Ты такое видел когда-нибудь?» «Услышал». «Это чудо». «Это сейчас за 15 минут молебна мира?» «Да? У тебя в руки?» «Я встал шоке. Где ушел?» «Сколько я видел такого?» «Чудо в первый раз в мире?» «Это реально Божье чудо». «На твоих руках замироточила руку?» «Так точно». Это не фейк и не инсценировка, рассчитанная на умиление экзальтированных зрителей. Это реальность, свидетелями которой стали военные и священнослужители. «Она замироточила в 2014 году. Ребята из Альфа привезли ее сюда в поддержку оболченцев». Реальность, которую знают уже тысячи наших защитников, сражающихся за Донбасс с 2014 года. «Эта икона очень значимая, известная, она очень значимая и для нас, и для Донбасса, и для тех людей, которые понимают надмирный смысл всего происходящего». Все эти девять лет, как только начались бои за Донецк, образ Богородицы и умягчения злых сердец Донецкая мироточат. Перемещаясь по всему Донбассу вдоль линии фронта, мироточат неожиданно в тылу и на передовой, в руках военных, а то и просто в автомобиле. С образом Донецкой идут на штурм, молятся перед боем. С Донецкой иконой посещают тяжелораненых в госпиталях. «Снова пришла ко мне, она живет». А тех, кто погиб, сраженный на поле боя, этим образом сама Пречистая Дева провожает в последний путь – в вечность. «Когда же милосердный Господь призовет в небесные обители, от земного служения к небесному, да узрим и тебя, Пречистую Божию Матерь». Когда у нас были погибшие парни, вот тогда тоже сила дюшки были, но плакала, она живая. Главная защитница Донбасса, фронтовая икона Богородицы, умягчение злых сердец Донецкая. Царица неба и земли, владычица Богородица, по нежу не от множества войска бывает победа на войне. Но с неба приходит сила благословенно нас жить в едином устремлении к Богу, хоронить Русь святую и веру православную. И исчезна от твоего образа в руках воинов мира знак победы, истощающие мощи наши злые сердца. «И даруй всем племенам и народам, Руси святой, верность и мужество, чистоту, целомудрия, радость и утешение, единодушно, беззаветно служить Святой Родине. Да пребудут на земле наши мир благодействия во веки веков. Аминь». Чудеса на войне случаются и, наверное, гораздо чаще, чем в обыденной жизни. Но о них здесь не принято трубить. Те, кто прошел ад боев и не раз смотрел смерти в лицо, обычно немногословны. Такие люди вряд ли станут раскрывать душу перед журналистами и телекамерами. Да и услышать, понять их сможет не каждый. «У меня с самого начала 2014 года, я думал, что я все повидал. Оказывается, что еще, еще. Я знаю, что я ничего не знаю. Вот и все. И надеяться было просто ни на кого, ни на что. Когда мы зашли в Волноваху, когда нас спустили туда, я уже думал, что, ну, скоро вот, вот, ну, конец. Конец. Ну, конечно. Случаи необъяснимой помощи свыше или внезапного, уже нечаянного спасения в безнадежной ситуации – истории глубоко личные и сокровенные. И только сами военные, их близкие, родные, хранят в сердце благодарную память о Донецкой иконе и знают, кто помог им пройти сквозь ад и выжить. Реально помощь мы начали ощущать с самого начала СВО. Волноваха для меня началась и с самого СВО с 25 февраля 2022 года. Волноваха – небольшой, но хорошо укрепленный в СУ город на пути из Донецка в Мариуполь. Когда началась специальная военная операция, в Волноваху удерживали украинские морпехи и мотострелки, националистические батальоны, силы терробороны, а также немало иностранных наемников. Были бои, и вот уже на силу хрен решили нас контратаковать. Танками? Танками. Первая волна была танками, это уже вечером. Первый день, первый день у нас были бои, мы влезли в город, зацепились за него, смогли зацепиться. А на второй день они пытались нас выбить. И дистанция техники противника достигла 300 метров. Количественное преимущество. Одна бригада на три, их было три бригады. Отходные путя простреливались артиллерии. И с левого и с правого фланга тоже нас обходили, легкая бронетехника. А в лоб штурмовали тяжелые бронетехники, а именно танками. Бои за Волновах ушли две недели. Несколько тяжелейших сражений с 25 февраля по 12 марта. Уже не секрет, что планы СВО в результате предательства высокопоставленных лиц были заранее хорошо известны противнику. Нас ждали. Волноваха должна была стать ловушкой войскам ДНР и России. Мы зашли на вражескую территорию, подготовленную территорию. Нас уже ждали. Были подготовленные места, видеокамеры, датчики движения. Все. Вот мы зашли утром в Волноваху, нас спустили. И начался бой. Как это бывало не раз, предательство, либо глупость одних, высоких штабных чинов, компенсировались чудесами мужества и стойкости других, простых солдат и офицеров. И в том аду они, идущие на смерть, очень явственно ощутили помощь свыше. Ну и смерть надо принять достойно. Ну и, соответственно, хочется причаститься. На следующее утро появились наши друзья. Появились наши друзья, пришло наше спасение. С Донецкой иконой? С Донецкой иконой. Мои первые слова. Я даже не поздоровался со своими товарищами, не назвал их по имени. Я просто сказал, что вы здесь просто необходимы. Нас причастили. По желанию со мной было 30 человек, а я четвертый. К нам на позицию зашли. А мы держали непосредственно трассу со стороны Волновахи на Мариуполе. И вот пришло спасение. Донецкая Божья Мать. Да. Богородица. Под Волновахой это было очевидно. Когда эта икона приходила к нам тогда, когда, ну, по-простому скажу, закончился бензин. Иссякли силы и духовные, и физические. То есть человек просто, ну, не было уже энергии жить. И эта икона к нам пришла в 2 часа ночи. И это был первый сигнал. Это не тот же сигнал, это было воодушевление какое-то. То есть поток жизни вошел. Холодно было, очень холодно было. Много пострадавших, много раненых парней, много погибших было. Но это нам дало жизнь. Ну, то есть лоток свежего воздуха был. По свидетельству участников сражения, в те ночи и дни, когда казалось, что все, конец, в Волновахе внезапно появлялась Донецкая икона Богородицы. И так повторялось несколько раз. Буквально через 3 дня, ну, очередная волна была. То есть там штурмы непрерывные шли, бои. Аналогичный случай, опять самое, ну, когда уже надо было, свежий лоток. Вот она пришла, Матерь Божья, дала опять жизни. Опять свежий воздух, опять это как воды напился. Вот такое было. И в третий раз я уже знал. Я молчал, батюшке нашему не говорил. Но я уже знал, что сегодня батюшка приедет. Девчонка говорит, сегодня будет батюшка. А нет, вы-то созвонился. А связи не было. А связи не было. И так и было. Вот так. С Ильичом мы познакомились еще в июле 2022-го. Очередной рискованный выезд с Донецкой иконой к линии фронта. Вот этот храм еще месяц назад был с куполом. Вот за эти недели с украинской стороны его окончательно разбили. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В селе разрушен храм, и службы давно не идут. Но вот сегодня мы стали свидетелями, как военнослужащих и местных жителей причащали. И в качестве престола использовалась мироточивая Донецкая икона. На ней стояла чаша со святыми дарами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В одном из укрытий находим оперативно-перевязочный взвод. Ильич, так его здесь все называют, военный хирург, встречает нас, как старых друзей. Хотя видим его первый раз. У Ильича знакомый альфовский знак отличия с донецким образом на щите. На этом щите кто изображал? Это Матерь Божья, Мягчинец, Алексей Кривец. Донецкая икона, да. Ильич воюет больше восьми лет. А в мирной жизни он был хирургом, делал операции в Горловской больнице. Все изменилось в 2014-м. Тогда украинский режим обстрелял детскую больницу с Градами. Город весь побили. И конкретно один пакет пришел прямо по детской больнице. Просто расшматовали людей, детей. Помните? Горловская Мадонна, девочка с ребенком на руках. Это же у нас уже 21 числа. 20 метров от больницы. Я дежурил в больнице, и это было шокирующее ощущение. Просто за что? Задать бы вопрос, за что? Это так чисто риторически. Был замечен только что беспилотник, поэтому надо ехать быстро и аккуратно. Уже на этой территории, когда надо, она всегда рядышком. Когда были мощнейшие обстрелы, когда тут разбирали нас по винтикам, прошли крестным ходом, прочитали молитву, акафисты, и все. Тут ходит, летит мимо. Вот так вот. Вот так вот Матерь Божья нас обороняет. Оберегает, воодушевляет, дает жизнь нам. Обычно, когда берешь, мир отечет. И когда она приезжает сюда к нам, мир отечет. Мир отечет. Мир отечет много. Местами очень много. Даже помню, батюшка не даст врать, когда у нас были погибшие парни. Вот тогда тоже все ладушки были. Но плакала. Она живая. Что там будет впереди? Встань, птица, улетай. Любовь мою наиви. Хороводит снег с дождем. Мечта дорогу мне загреть. Тебя весна моя. И встань будет теплей. Июль 2022 года. В центре Донецка, в галерее картин художницы Татьяны Пономаренко-Левираж, проходят встречи от телеканала «Спас» с бойцами и ветеранами двух легендарных батальонов «Спарты» и «Востока». В какой-то момент, когда все увлечены разговором, в помещении появляется донецкая икона умягчения злых сердец. Перточила икона умягчения злых сердец. Все замолкают. Многие бойцы, особенно из батальона «Восток» Ходоковского, узнали этот пронзительный образ. Вот мы сейчас с Борисом держим, она и сейчас источает мира. Это икона спецназа. Ее специально возят наши знакомые по подразделениям, даже не по храмам, а именно по воинским подразделениям. Один из бойцов задерживается у иконы чуть дольше других. И в конце, в полголоса, нам говорит, а ведь она когда-то спасла нам жизнь. По чуду, никто не пострадал в 16-й год лет. Поцеловал икону, поклонился и ушел. Через час, когда встреча закончилась, уже на улице мы все-таки догнали того бойца. И вот, что он рассказал. В 16-м году эта икона побывала у нас на позициях нашего подразделения в аэропорту. Там мы ее обносили вокруг всех мест, где мы находились, наше расположение, боевой позиции. Прикладывали всех присутствующих ребят. И на следующий день по нам была выпущена противотанковая управляемая ракета. И она чудесным образом, в общем, не сработала штатно. То есть как это, если вот она к вам летела? Она летела четко в позицию, где накануне была эта икона. В один момент она изменила необъяснимым образом траекторию. И пролетела мимо позиции, не причинив никому вреда. Эта ракета взорвалась, да. Никто не пострадал? Никто не пострадал. Но ракета летела точно нам в лицо. Мы приложились к ней сразу же, когда я переговорил с Александром Сергеевичем Ходоковским. Мы как-то сразу прыгнули в его машину и поехали в один из донецких храмов. Потом я встретил эту икону еще раз. Как только были освобождены первые поселки, Николаевка, Бугас и сама вот эта трасса Донецка-Мариуполь, но еще не взята Волноваха, я столкнулся с ней, ну просто на обочине фронтовой дороги приложился к ней. И в этот момент шла техника с нашими бойцами. Они улыбались, махали руками, и их крестили, крапили водой святой. И это был момент, эти люди шли в бой. А вот где-то в 5-6 километрах все клокотало, рвалось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С началом СВО в военных командировках мы не раз будем встречать Донецкую икону, а порой и сопровождать ее напередовую. У всех в памяти Мариуполь. Битва за город Мари, а именно так с греческого переводится Мариуполь, шла почти 3 месяца, с 25 февраля по 20 мая. Численность наших войск для такой операции была явно недостаточна. Отборные подразделения ВСУ, иностранные наемники и хорошо обученные боевики нацбатальона АЗОВ закрепились в жилых домах, используя мирных жителей как живой щит. Жесткие бои шли буквально за каждую улицу, каждый двор, подъезд и этаж. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В каждом доме есть люди. Они их просто не упускают, и каждым разом, когда мы кусочек откусываем, мы их выводим. Сейчас мы буквально полчаса назад освободили один дом, девятиэтажку, двуподъездную, в подвале, в котором около 60 человек находятся, и из них три лежачих и один раненый. Они не могут выйти в отбор, по ним сразу начинают стрелять украинские военные. И получается так, что дом тыльной стороной выходит на нас, а фасадной стороной выходит еще на противника. Выяснилось, что на нашу тыльную сторону выходов нет из подвала. Сейчас наши бойцы взяли какое-то количество взрывчатки, хотят пробить пол для того, чтобы соединиться с подвалом, попробовать их вытащить из подвала и через контролируемую нами зону вывести к нам в тыл. Штурм в Мариуполе затягивался. Не хватало людей, не хватало техники, не хватало сил. От безысходности, казалось, опускались руки. Но мало кто знает, в те месяцы и недели сражения в Мариуполь не один раз привозили Донецкую икону. Сначала к городским окраинам. Служили молебны, совершали объезд Мариуполя по периметру. Вместе с военнослужащими ДНР в разгар сражения везли икону к маслобойни на дымы. Помним и тот день, когда умягчение злых сердец повезли к Азов Стали в самое пекло боя. Мы тогда, в Мариуполе, в ходе достаточно ожесточенных боев и таких очень серьезных военных испытаний, мы понесли и скромные по военным меркам потери. Я думаю, что во многом это и благодаря заступничеству Божьей Матери. Перед очередным боем Донецкая побывала в расположении командира Востока Александра Сергеевича Ходоковского. Ребята, которые находились в условиях войны, в условиях вот таких здоровых испытаний, относились благоговейно, особенно видя, что эта икона абсолютно непростая, что она мироточивая. Может быть, я уверен, что большинство из них не знало и не понимало, что это за икона, какое она имеет значение. И когда вы с этой иконой прибыли к нам и рассказывали об этой иконе, я уверен, что большинство из наших бойцов впервые с ней знакомились, вот как с каким-то чудом, явленным на Донбассе. Вот одна из реальных историй помощи Матери Божией. Тогда шел штурм Мариуполя. На окраинах города шли уличные бои. С Донецкой иконой мы совершили сначала объезд Мариуполя. И уже возвращаясь от Ходоковского, людям, сопровождавшим Донецкую икону, поступил звонок. Родственники одного из бойцов слезно просили как-то помочь спасти их, родного человека, военнослужащего ДНР, который смог к ним дозвониться и только успел передать такие слова, что я лежу в Мариуполе в каком-то зеленом гараже на пересечении двух улиц. Я тяжело ранен, истекаю кровью, два дня лежу, ни еды, ни воды. Я скоро умру, а кругом ходят азовцы, ВСУ. Я, наверное, застрелюсь, чтобы не попасть в плен. Мы смогли только родственникам сказать, молитесь, Матери Божией. И сами стали молиться перед Донецкой иконой. На обратном пути мы заехали в тот день все-таки в штаб и передали это сообщение и примерные координаты, где находится боец. Какое же было наше удивление, когда буквально на следующий день нам сообщили, что была отправлена группа, и этого бойца смогли найти живым и вытащили. И он был спасен. Сама Божья Мать вот через людей, сопровождавших в тот день Донецкую икону, помогла спасти военнослужащего ДНР Дмитрия. Заступничество Божьей Матери не раз было явлено, и мы это видели, потому что уже 8 лет нахождения в этом состоянии, в состоянии постоянной непрекращенности борьбы, когда рядом с тобой находятся вот такие чудеса, они, конечно, людей даже таких твердых, твердолобок, я даже сказал, пронимают и заставляют относиться не то что к окружающим, а ко всем происходящим событиям, наверное, с какими-то зачатками веры для тех людей, которые еще достаточно далеко от веры отстоят. Прошел год с начала специальной военной операции на Украине и почти 9 лет войны в Донбассе. Ну что ж, едем по Мариуполю. Бывали мы здесь и в прошлые месяцы, и в прошлом году, и во время боев пытались зайти с разных сторон, но вот сейчас мы смотрим, как восстанавливается жизнь в городе. Вечером среди развали на Зовстале, когда собираемся стартовать в обратный путь, приходит сообщение от военных. Необходимо сопроводить мироточивую донецкую икону на передовую в те места, где уже несколько месяцев идут тяжелые бои. Умягчение злых сердец Донецкую ждут наши десантники. В одном из легендарных подразделений скоро им снова в бой. С нами снова Донецкая мироточивая икона Божией Матери, умягчение злых сердец. Сейчас из Донецка направляемся в сторону Луганска и дальше. Подтягивайтесь к нам, дорога сложная, метель. Идите за нами, ориентируйтесь по нашим габаритам. Принял. Догоняем. Через Луганск на освобожденной территории. Ночевать предстоит где-то в землянке. Несмотря на аскетичность, вполне комфортно. Заботливыми руками военных в землянке обустроена полка с иконами. Помену имя твоего всяком роде и роде. Здесь нас и встречает ветеран Альфы, полковник запаса ЦСН ФСБ Сергей Поляков. Сергей Андреевич, ведь это именно вы тогда, почти 9 лет назад, привезли эту Донецкую, тогда еще не мироточивую икону Божией Матери умягчения злых сердец, по сути, в осажденной Донецкой. Так оно и было. Промыслом Божиим 7 августа 2014 года я и Эрман Ахмакарий привезли этот теперь уже чуваторный мироточивый образ по просьбе дончан, когда решалась судьба Донбасса. Сергей Андреевич Поляков, один из командиров знаменитой Альфы. Прошел Афганистан, участвовал в спецоперациях по освобождению заложников и нейтрализации террористов. С 14 по 17 июня, когда Басаев с большой группой террористов практически захватил город Буденовск. И, конечно, мы впервые столкнулись с такой практически неуполнимой задачей – освободить заложников, находящихся в больнице города Буденовска. Возможно, именно после Буденовска в группе А многие пришли к вере в Бога. В начале марта 2014, когда кровавый пожар Киевского Майдана стал стремительно расползаться по всей Украине, угроза кровопролития нависла над Крымом. И тогда три Сергея – Сергей Поляков, Сергей Шалимов и Сергей Фомин – повезли на полуостров Севастополь и Симферополь знаменитую Бачуринскую икону Божьей Матери – умягчение злых сердец. Это мировая святыня уже нашего времени, которая хранится в поселке Бачурино в Новой Москве. За минувшие десятилетия она прославилась многими чудесами и облетела всю Россию и мир. Умягчение злых сердец икона Божьей Матери Бачуринская оказалась в эпицентре этих событий. Сегодня здесь тысячи во имя Бога, во имя спасения, во имя любви. С прибытием Бачуринской иконы после всенародного молебна перед умягчением злых сердец события в Крыму развивались стремительно. И вскоре в Севастополе весь полуостров бескровно вернулись в состав России. Потеряв Крым, киевская власть бросает войска на Донецк и Луганск. К лету 2014-го в Донбассе уже война. И тогда дети-беженцы попросили привезти в Донецк мироточивую Бачуринскую икону. И, вернувшись в Москву, я лично обратился к духовнику патриарха Сергею Митвилию с просьбой, чтобы он нас благословил с основным бачуринским образом, чудотворным мироточивым как раз посетить Донецк. Именно бачуринскую икону умягчения злых сердец ждали в 2014 году дончане. Но в последний момент перед самым вылетом в Донбассе началось наступление ВСУ. Рисковать утратой святыни было нельзя, и тогда схерхимандрит Ильин Аздрин благословил Полякову взять в Донецк копию, список смироточивой иконы из Бачурина. Можно представить, с каким тяжелым чувством отправился тогда офицер Альфы в Донбасс. Просто это меня ошеломило, потому что тысячи людей связывали судьбу с прилетом чудотворной иконы, и, конечно, мы не могли туда прилететь. И, как потом оказалось, что это тоже был промысел Божий. Так получилось, что мы двигались из Ростова в Донецк вместе с Бородаем Александром Юрьевичем и вместе с командиром оплота Захаченко Александром Владимировичем. Да, действительно, 2014 год он способствовал всякой экстремальности. Суть в том, что тогда у нас не было практической границы. Дырка была не через Донецкую республику, а через Луганскую. Дырка была довольно проблемная. Ну, собственно, это где-то было в районе Изварина. Я не то, чтобы ее увез из Москвы, я ее встречал в районе границы. Это правда. В этот момент ВСУ провели операцию по захвату всей границы. Ну, у нас другого выбора не было. И вот мы как бы на трех машинах проскочили всю эту территорию. Хотя за нами шла машина сопровождения, она уже, эта машина попала в засаду. И два ополченца погибли, двое раненых было. И они потом 10 суток как бы выбирались уже из окружения. Дончанам, ожидавшим увидеть святыню, Поляков повез копию. Но послушание выполнил. И тогда в Донецке случилось чудо. Прошло несколько времени, и нам говорят, что икона замироточила. Мы немножко так растерялись, потому что, ну, наша икона мироточит. Какая замироточила? Та, что в Донецке. Та, что сейчас на Донбассе. Список с нашей иконы замироточил. Перед началом крестного хода еще произошло одно чудо. Супруга руководителя крестного хода сообщила о том, что в настоящее время сейчас на Саур-могиле 11 бойцов отражают атаки ВСУ. Все идет к тому, что они не смогут отбиться, потому что силы превосходящие. У них боеприпасы закончились, и они вызывают огонь на себя. Муж позвонил ей и сказал, что никаких шансов отсюда выйти живым нет. Позвонил и попрощался. Наш боец с позывным сом вызвал огонь на себя. К нам приходилось донесение в штаб, и мы корректировали огонь нашей уже артиллерии. Сюда били машины БМ-21, град. До нас он дозвониться не мог. Он дозванивался до своей жены с окопа, а жена на наш штаб дозванивалась. Что так и так, вот такая ситуация. Его жена передавала в штаб, чтобы вызвать огонь на ее... Так точно. Мужа? Да. Александр Сергеевич Ходоковский принял решение, открывали огонь. Ну, весь крестный ход стал на колени перед иконой. И вот тогда стали молиться перед этой иконой. На следующий день поинтересовались, а что же с этим человеком? Оказалось, что вышел не только он, но еще 10 человек с собой вывел. Когда весь крестный ход со слезами на глазах крепко помолился, вот наутро все эти 11 бойцов были в Донецке. А в итоге вот этот боец, сом, он выжил? Да, он живой, нормально, он выжил, и медведицы, сом, рева, сема. Может, это даже где-то им помогло здесь устоять, этот первый такой мощный натиск врага удержать. И вот мы приехали на базу батальона «Восток» для того, чтобы осложить благодарственные молебны перед этой иконой. И во время молебна она обильно замироточила. Сергей Андреевич Поляков и сотоварищи привез ее к нам и в штабе, где я собрал для благословения всех офицеров, было порядка 6 тысяч человек. Вот эта икона замироточила впервые на Донецкой территории. И мы это у себя в сознании очень крепко отфиксировали. А потом эта икона зажила в своей значимой, полноценной, самостоятельной жизни. Мы поняли, что сама святыня, она, сама Божья Матерь, она таким образом распространяет свой покров над теми, кому он нужнее всего. Тем, кто сейчас на передовой, вот на острие. И ныне преслое в веки вековами. Хаймерсы, Цезарь и Трисемерки, Калибры, Герани и Санцепеки. У кого надольше хватит ракет и снарядов? Кто быстрее уничтожит друг друга? В этом безумии войны, когда от безысходности в уныние опускаются руки, верим, не боеприпасами едиными жив солдат. И как бы ни было сейчас тяжело уповаем на промысл Божий, заступничество Божией Матери. Не зря ведь икона ее, умягчение злых сердец Донецкая, так пронзительно сейчас мироточит. Судьба этой иконы и судьба Донбасса настолько тесно переплетены, что все, что происходит, и икона этом явное свидетельство, все это происходит, конечно, во-первых, по воле Божией, а во-вторых, с каким-то большим глубоким значением. Не только для Донбасса, а я думаю, что для всей большой необъятной России. Божья Мать всегда с нами. Благослови и Спасите. С миром и с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok